видео появилось в сети в конце октября на нем владелец бультерьера дает команды своей собаки атаковать котенка тот не убегает и даже пытается обороняться но не выходит в конце видео бойцовский пес убивает маленькое животное ролик сразу же облетел все соцсети и поднял волну негодования среди харьковчан чтобы привлечь внимание полиции люди инициировали сбор подписей каждый подписал три заявления прокуратуру в органы полиции и естественное заявление о отчислении на встречу пришли хозяева домашних животных они считают нелепой попытку маргариты оправдаться что ее собака сама накинулась на котенка тем более что снимать ролик друг маргарита никита начал до того как собака бросилась на котенка а выключил камеру только после того как тот перестал дышать это виноваты хозяева я когда гуляю собаками у меня две собаки у меня ни разу такого случая не было я когда вижу кота я вот так их держу я просто не даю подойти даже близко виновата собака не новата потому что оно служит своему хозяину она делает все что скажет хозяин собака правильно сделать поташона послушала своего хозяина а хозяйка неправильно воспитать собаки а сейчас сегодня кидаются на котят и на собаках завтра на перед человеку потому что хозяйки захочется посмотреть как умирает человек а что будет дальше сама маргарита комментарии журналистов мне дает ее соседи рассказывать щенку маргаритый около девяти месяцев не агрессивен Нормальная семья, нормальные люди. А внук слышали же саму историю? Конечно слышал. И что думаете? Ничего не думаю, раздули. Говорит, за мы страдаем. Вот теперь что, нам ремонт делать за свой счет. Маргарите расписали двери стены. А вот ее другу досталось больше. Парень даже обращался в полицию с заявлением об угрозах. Но, видимо, это не помогло. Знаете его, да? Ну, видимо, его да. До мимолета, ну, на лице такие раны, ссадины, знаете. Как будто человек упал головой в асфальте. После инцидента, говорят соседи, Никита редко выходит на улицу. В основном вечером пропускает лекции в университете. А Маргарите ходить в вуз больше не нужно. Ее отчислили. Позвонили в колледж, рассказали об этом всем. И потом мы собрали в экстремном порядке студсовет. Собрали всех старост. И на студсовете у нас было единогласное решение отчислить. Потому что наш колледж, говорит, не относили. Ее моральные качества и устои не соответствуют моральному облику медсестры. По факту инцидента полиция возбудила уголовное производство по статье «Жестокое обращение с животными». А после проведенной экспертизы – еще по одной. Экспертиза подтвердила, что в материалах, распространенных в соцсети, есть факты, указывающие на распространение пропаганду культа жестокости. В ходе расследования полиция провела обыски в домах у Маргариты и Никиты. Собаку у хозяйки забрали и поместили в приют. На данный момент продолжается сбор доказательств и опрос свидетелей. Если вина Маргариты или Никиты будет доказана, то им грозит до пяти лет тюрьмы. Ольга Калинченко, Илья Никонов. Настоящее время. Харьков. Субтитры создавал DimaTorzok